Здравствуйте! Это главные новости. В студии Олег Рудаков. Сегодня в выпуске. Мне понравился зал тем, что тут можно играть в футбол, и он такой большой. Спортзал после ремонта. Как прошел первый урок физкультуры в Жилинской школе? По городу атакливается 180 домов, которые составляют 2% полного. Долгожданное тепло батарей. Коммунальщики заявили о начале отопительного сезона. Сложили паруса. Орловские яхтсмены завершили очередной чемпионат. Мы отталкиваемся прежде всего от юбилейных дат. Мы как бы вспоминаем композиторов, ушедших, конечно, и еще живушек. Под звуки осени. Филармония распахнула двери для орловчан. Генеральный партнер главных новостей компания ПАО «Орелстрой» рекомендует для молодых семей современный формат квартир «Евро-двушка». В рамках партийных проектов «Единой России» за последние 4 года в Орловской области отремонтировано более 80 спортивных залов в сельских школах. 2 октября в Жилинской школе Орловского района ученики ставили оценки работе взрослых. Спортзал был открыт после ремонта. Наталья Пехтерева продолжит. Теперь на физкультуру, как на праздник, говорят ребята из Жилинской школы Орловского района, повод веский спортивный зал открылся после ремонта. Мне понравился зал тем, что тут можно играть в футбол, и он такой большой, и можно в волейбол играть. Дорога к спорту была долгая. Это помещение изначально школе не принадлежало. Были сложности в рамках того, что спортивный зал не был в оперативном управлении в образовательном учреждении. Он принадлежал поселению Неплодскому. И вот с приходом нашего главы района Юрия Николаевича Парахина вопросы были решены в плане передачи. Вначале первый этап это в оперативное управление, и потом благодаря очень многим людям. И вот хочу сказать нашему заместителю по социальному вопросу Ольге Александровне Савенковой, конечно, Татьяне Анатольевне Шевцовой, и, естественно, программе партии «Единая Россия». Мы вошли в эту программу, мы освоили эту программу. А теперь и с ремонтом вопрос решился. Реконструкция спортивного зала стала возможной благодаря проекту партии «Единая Россия». На праздник приехали гости, люди, которые притворили в жизнь мечту большого школьного коллектива. Я хочу поблагодарить все администрации, включая правительство области, администрации Органского района, за ту помощь и хват, которую было внесено в реализацию данного партии «Единая Россия». Наша задача – показывать более высокие результаты в учебе и спорте, говорят ученики, равнение на тех, кто достиг больших высот. Яркими моментами праздника стали выступления известных спортсменов. Что касается проекта, то он будет продолжен. Сегодня уже отремонтировано 78 подобных спортивных учреждений. И в этом году еще до конца года будет сделано 18. Уже не первый данный объект вводится в этом году. Сегодня потрачено почти 109 миллионов. Еще 31 миллион находится в работе для создания замечательных условий для развития физической культуры и спорта на сельской местности. Напомним, на минувшей неделе обновленный спортивный зал был открыт в одной из школ Колпнянского района. Также при содействии партпроекта «Детский спорт» по всей стране строятся пришкольные стадионы и новые спортивные площадки. Проводятся многочисленные соревнования. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областный». Орловские дорожники готовятся к работе в зимний период. О ходе работ на аппаратном совещании проинформировали глава администрации «Орла» Александр Муромский и руководитель «Орел» госзаказчика Сергей Волков. На сегодняшний день объем заготовленной песко-соляной смеси покрывает потребность выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог Орловской области до января 2019 года. Также ГУП Дорожная служба заключила договор на поставку соли ЗАУ «Белпромсоль» в количестве 16 155 тонн. Срок поставки до 31.10.2018 года. На содержание уличной дорожной сети города Орла на лежащем состоянии в 2018 году выделено 343,4 млн. рублей. Из них 340 млн. рублей – это средства Дорожного фонда Орловской области, 3,4 млн. рублей – это средства бюджета города Орла. Там, где у нас находится дошкольное учреждение, там, где находится школа, вот в период больших снегопадов таких плотных, надо как-то выстраивать, потому что очень много нареканий по прошлому году было в этом направлении. Спасибо. Нам нужно спланировать работу губернаторского контроля по зимнему содержанию дорог и то, особенно о чем говорил только что Леонид Михайлович Соломатин, и развернуть, сделать график выезда губернаторского контроля для того, чтобы мы четко следили и могли вовремя реагировать на проблемы, которые могут возникнуть с очисткой улицы. 3 октября в Орле начнется отопительный сезон. В среду в квартирах Орловчан потеплеет. Это позже, чем в Ливнах и Мценске. На подключение жилого фонда в областном центре будет 5 дней. Подавать тепло в школы и детские сады уже начали накануне, сообщил во вторник на еженедельной планерке в мэрии Николай Ванифатов. В настоящий момент из 40 семи школ в городе полностью к теплу подключено 35, что составляет 75% от фонда. Из 81 детского садика подключено 64, 80% фонда. Учреждение здравоохранения подключено половином. Запущена часть локальных и крышных котельных. В настоящий момент по городу отапливается 180 домов, которые составляют 9% фонда. Во вторник, 2 октября, Всероссийское селекторное совещание в администрации региона посвятили вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Провел встречу с замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Как отметил Денис Блохин, в настоящее время в Орле заключены контракты на ремонт 170 дворовых территорий и 18 общественных, а также на реконструкцию парка в Амцентске. Полностью завершены работы на 128 дворовых и 13 общественных территориях. В работе 42 двора и 6 общественных территорий. А вот за ремонт парка «Ботаника» сквера комсомольцев «Моста дружбы» спросили с руководителя УКХ. Как будут добиваться качества, выясняла Виктория Юркова. Сквер комсомольцев изначально не попал в ремонтную кампанию 2018 года. Зато теперь то, что там происходит, заботит буквально каждого горожанина. Кто разрешил ремонт и есть ли документы, глава города спросил с руководителя УКХ. В связи с тем, что на территории сквера расположен памятник комсомольцев, скульптора Бурганова, из бронзового гранитного постамента, являющийся предметом охраны, проект был согласован с управлением по госохране объектов культурного наследия Орловской области. Гранитный постамент сегодня с территории памятника весь снят. Причем в некоторых местах демонтаж провели не совсем аккуратно. Этим проектом предусмотрено устройство освещения центральной площадки с подсветкой памятника, выравнивание гранитных ступеней и укладка плитки. В настоящее время ведется прием заявок на участие в аукционе. Километры гранита, снятые из памятника, впоследствии будут возвращены на место, заверила городских чиновников Климова. Другой объект, который также сегодня в ремонте, это мост Дружба. Администрация Орла делала запрос в Татарстан на предмет добросовестности подрядчика. Получены ли ответы и какого содержания есть получены? Поступивших из арбитражного государства, мы запрашиваем сведения о наличии информации о действиях по ликвидации или по признанию банкротства в отношении данной организации. Таких сведений представлено не было. В ближайшее время, по словам Светланы Климовой, на мосту должна появиться крупногабаритная железнодорожная техника. Напомним, что на прошлой неделе было возобновлено финансирование подрядчика, компанию РГС. А вот с подрядчиком парка «Ботаника», скорее всего, придется попрощаться, хотя срок окончания работ значится 15 октября. «Представитель ОКХ не посещает данный объект и его не инфектирует совсем. Я вам докладываю по своему опыту и по своему наблюдению. Вчера, кроме дерева строя, на данном объекте не работал ОКХ. Проводилась с утра головка деревьев. Площадка, о которой говорит Светлана Александровна, на ней уже выставлено, нанесено, так скажем, покрытие, которое при сне не было. Оно сейчас крошится и сама площадка залита исключительно кремом». Так для детей делать нельзя, согласились с депутатом горсовета мэр и глава администрации. «Отверстие под установку детского оборудования на будущей детской площадке высверлили несколько дней назад». «Человек, который будет это делать, он должен понимать, что вся ответственность за качество выполненных работ ложится на него. Я потом лично спрошу с вас, как с руководителя, и с человека, который это подписал, если будет принята работа ненадлежащего качества. Комиссионно, открыто, публично. «Если речь идет о том, если есть вопросы к качеству детской площадки, на которой уже завезено детское игровое оборудование, и сегодня, не завтра будет оно смонтировано, то у меня возникает вопрос, куратор ваш принял эту площадку или нет». «Есть нарушение графика выполнения строительных монтажных работ. Подрядчику направлены в соответствующие предыдущие, ему будет именем страх и санкции». Городские руководители договорились в ближайшее время выехать в парк Ботаника, чтобы заставить Орловского подрядчика доделать не только до конца те работы, за которые он взялся, но и спросить с него за качество. «Вопросы, которые поднимаются депутатам, я вместе с Николаем Александровичем, он подтвердит, мне было там, мы вместе смотрели всю землю, которая говорит, строительный мусор. Да, на самом деле, край бордюра, бассейна, трава. Вроде бы, с одной стороны, красиво, но потом дальше-то там огромная оккубатура земли, строительного мусора лежит, его куда-то надо вывозить, поэтому уже асфальту, я вообще не понимаю, как этот фронт работ будет проводиться». Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». На озере «Светлая жизнь» прошел уже 17-й областной чемпионат по парусному спорту. Этими соревнованиями, собравшими под сотню яхтсменов из нескольких регионов страны, Орловская федерация парусного спорта завершила сезон 2018 года. Сергей Быковский передает с мелких вод. «Что посмотреть на пляже? Где как? Можно полюбоваться спинами дельфинов и бликами солнца. На гребнях волн, конечно, можно посмотреть на красоток. А можно усладить свой взор, направив его в сторону подводной лодки или паркующихся морских пехотинцев. А можно полюбоваться треугольниками парусов на водной гладе, где расчерчен для лодок их гоночный маршрут. Вид завораживающий. Добавь звук волны ветра и можно направлять сюда, а не в комнаты психологической разгрузки, тех, кто страдает от стресса и всяких психосоматических болячек. Отсюда вывод. Приходите на пляж «Озеро Светлая жизнь», когда прознаете про соревнования, устроенные Орловской федерацией парусного спорта. Даже если к этому спорту вы не имеете никакого отношения, болеть за участников не умеете и вообще воды боитесь, приходите все равно любоваться. Остальные же, имеющие к этому спорту склонения и интерес, могут узнать, что происходящее сейчас на волнах «Светлой жизни» – это уже 17-й областной чемпионат по парусному спорту. Он посвящен 240-летию Орловской губернии, которая была учреждена указом Екатерины II в сентябре 1778 года. Еще он посвящен 165-летию победы российского парусного флота в Синопском сражении. И заодно это закрытие орловчанами парусного сезона 2018 года. Собралось под 80 участников, в том числе из Липецка, Воронежа, Москвы, Курска и даже вот представитель Магадана Сергей Махнев. Я пригласил ветеранов, значит, Махнева из Магадана, которому 62 года, и он еще, Владимир, которому 68 лет. Я говорю, вот, ребята, смотрите, то есть мастера спорта по всем видам спорта, не только там в одном виде спорта. Там и парусным спортом занимаются, и лыжами горными, и там прошлом боксеры, и самбисты, и джудаисты и так далее. И вот они поднимали флаг у нас еще. Кроме того, чтобы выявлять лучших яхтсменов, такие соревнования проводятся для популяризации и развития в области парусного спорта. И даже для насыщения орловской культурно-спортивной жизни. В том числе для этого на берегу для желающих проводятся всякие мастер-классы и потешные игры. Здесь можно с оказией узнать историю российского флота и орловщины, которая является родиной нескольких флотоводцев. Так вот, соревнования шли два дня и в нескольких классах яхт. Оптимист, луч, лазер, снайп, а также в классе винсерфинг. В каждом классе по несколько чемпионов. Всех в рамках телесюжета и не перечислишь. Хотя, наверное, все же стоило бы. Для того, чтобы полюбоваться. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Далее реклама. Она будет недолгой. Оставайтесь с нами. Тысячи оптимистов пришли на площадь перед КДЦ «Металлург», надеясь на выигрыш. Здесь компания «Оптимист» провела традиционный розыгрыш призов среди орловчан. Купон, участвующий в лотерее, давался за покупку в магазинах сети. Только вот буквально недавно у нас открылся еще один магазин, 147-й в нашей компании. Уже начал работать в поселке Глазуновка. Но мы будем продолжать все равно улучшать и развивать сеть нашу «Оптимиста». Так как видеть радость новых покупателей, постоянных покупателей и также искренная радость наших победителей – большая награда для нашей компании «Оптимист». Почти три десятка призов, в числе которых сотовые телефоны, фотоаппараты, планшеты, велосипеды, ноутбук, телевизор и автомобиль марки «Лада». Кстати, один из планшетов уехал в Ливны. Надежда Губанова собирала детей к школе в своем любимом магазине. Очень приятно, спасибо компании «Оптимист» за розыгрыш. Мы очень рады и счастливы. Велосипеды достались двум мальчишкам. 11-летний сын Татьяна Иняева и теперь будет крутить педали. Я даже не ожидала, что вообще могу выиграть велосипед или вообще что-нибудь. Дарить радость в «Оптимисте» умеют. Они в восьмой год подряд в городах присутствия своей сети проводят подобные розыгрыши. Автомобиль марки «Лада» в этом году уехал в Болхов. Вот она, обладательница автомобиля! Анастасия Власова получила заветные ключи и сразу же села за руль выигранного ею авто. Перед этим, правда, порадовала звонком маму. Я говорила мужу, я говорю, я еду за машиной, я говорю, как хочешь. Я говорю, надо мечтать. Я мечтала в деталях и в подробностях, как я заведу машину и как я поеду домой. «Оптимист» дорожит своими покупателями, а потому дарит подарки. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». В Орловском музыкальном колледже прошел мастер-класс от заслуженного работника культуры Марины Кисельман. Доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского выступила перед педагогами и учащимися в рамках проекта «Класс от маэстро». На необычном уроке побывала Наталья Чунина. Сыграй-ка мне пару нот, просто так. Необычный мастер-класс состоит из десяти персональных занятий. Марина Кисельман приехала в Орел для того, чтобы побеседовать с учащимися и педагогами из музыкальных школ. В рамках проекта «Класс от маэстро» благотворительного фонда искусства, наука и спорт. Подготовленная фондом программа, в принципе, она дает уникальную возможность учащимся региональных музыкальных школ и колледжей позаниматься на благотворительных мастер-классах с ведущими преподавателями как Московской консерватории, так и Академии имени Венесина и других вузов страны. Несмотря на то, что Марина Кисельман родом из Орла, здесь в последнее время бывает редко. Благодаря проекту побывала на своей родине. Такие встречи дают удивительные результаты, становясь сильным творческим импульсом к профессиональному развитию, считает маэстро. То, что фонд Алишера Усманова дает возможность людям в далеких от столиц местах общаться с теми, кто волею судьбы оказался там, в столице, кто работает там, кто имеет доступ к информации, кто является носителем традиций школы, вот это совершенно замечательно. На сцене новый формат урока. Ученики музыкальных школ выступают перед педагогом Московской консерватории. Затем разбираются ошибки, и маэстро отдает цены и советы. Класс от маэстро в Орле проходил на протяжении дня. Открытые уроки дают уникальную возможность не только детям, но и их наставникам, повышать профессиональную квалификацию и принимать опыт от заслуженных деятелей искусств. Наталья Чунина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Партнер программы «Главные новости» компания «Инмэшстрой». Партнер программы «Сеть магазинов» в Орле «30 фабрик». Партнер программы «Сеть многопрофильных медицинских центров» «Сакара». 1 октября в Орловской области стартовала декада пожилых людей. Представители «Золотого возраста» накануне собрали в Орловском городском центре культуры. Там прошел галоконцерт «Земля Тургенева». На сцене победители смотра конкурса, в котором приняли участие творческие коллективы из 27 районов Орловской области. От имени губернатора Орловской области Андрея Генчих-Лычкова от всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей. Всей своей жизнью, всей своей жизнью, трудовыми достижениями, преданностью малой родине и отечеству вы заслужили самые добрые и уважительные отношения к себе со стороны общества. Кстати, на сентябрьской сессии областного совета были приняты меры поддержки представителей «Золотого возраста». Мы обязаны просто были закрепить нашим региональным законодательством. Ведь многие регионы говорят, что мы кто-то отменяет эти льготы, кто-то их приостанавливает. Но в сегодняшние времена этого делать категорически нельзя. И вот мы региональным законодательством остановились на том, чтобы и лицам пенсионного возраста, многодетным семьям оставили те льготы, которые были и по ЖКХ, и учителям, и в том числе поддержали инициативу президента. В Международный день музыки 1 октября Орловская филармония открыла новый сезон большим концертом. В нем приняли участие Орловский губернаторский симфонический оркестр и камерный хорлик, а также приглашенные солисты из Москвы. Тему продолжит Наталья Чунина. Именно так начался новый сезон, который открыл по традиции Орловский губернаторский симфонический оркестр. Специально к значимой дате в Орел были приглашены особенные гости. Сегодня у нас будет три замечательных солиста. Это все солисты из Москвы и высокого уровня. Поэтому зрителям не доставит романное удовольствие от их творчества, от их исполнения. Концерт в двух отделениях. Первое было посвящено 205-летию со дня рождения Джузеппе Верди. Его музыка, самая популярная в мире, мелодии вне времени. Мы отталкиваемся прежде всего от юбилейных дат. Мы как бы вспоминаем композиторов, ушедших, конечно, и еще живущих. И вместе с ними пытаемся праздновать их дни рождения хорошими концертами. В этот вечер зрители смогли насладиться увертюрами к операм «Сила, Жанна Дарк» и «Сила судьбы». Арии Джильды из второго действия оперы «Регалета» и «Виолетты» из первого действия оперы «Травиата» исполняла Мария Буйносова. Эмоции самые радостные и положительные. Потому что исполняю то, что пою в театре. Джильду пою в театре. Сегодня пою Арию Джильды. А Виолетту пою в театре. Аналогично. И сегодня у меня дебют в «Реквену Верди». Это я пою впервые. И это достаточно надлительно. Потому что музыка очень сложная. Второе отделение было посвящено Джорджу Гершвину и Хуакину Родриго. Конечно, у нас были репетиции сегодня. Непосредственно день концерта и вчера. Надо сказать, очень продуктивно, насыщенно. Знаменитые и выдающиеся произведения Глазунова, Рахманинова и Чайковского. В новом концертном сезоне орловчане услышат и русскую классику. Как писал великий поэт Маньковский, планов громадье. Но из реальных планов совершенно. Это планы при существующих сложностях. Выжить раз, жить хорошо. И сделать так, чтобы все приходящие на концерт наши любимые зрители получали громадное удовольствие. Новый концертный сезон дал старт региональному фестивалю искусств «Орловская музыкальная осень». Наталья Чуйна, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. В Орловском регионе финиширует подготовка к 200-летию нашего земляка, знаменитого русского писателя и поэта, публициста и драматурга Ивана Сергеевича Тургенева. Главным событием празднования станет концерт, который пройдет 10 ноября на сцене Орловского государственного академического театра. Напомним, Орловщина определена Всероссийским центром празднования. По всей области запланированы крупные мероприятия от межрегиональных до международных. В связи с этим ожидается приток гостей, нам потребуется помощь волонтеров. Это надо учесть уже с сегодняшнего дня, начинать работу. Напомним, Орловщина определена Всероссийским центром празднования. Программа «Читальный зал», приуроченная к 200-летию знаменитого русского писателя и поэта Ивана Сергеевича Тургенева, продолжается на Первом областном. Обе добродетели несказанно удивились. С тех пор, как свет стоял, а стоял он давно, они встречались в первый раз. Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза. Увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него. Это все новости на сегодня. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 761028 и 508088. А также присылайте на наш сайт nobladin.ru. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Орловская строительная компания «Инмэшстрой» предлагает комфортное жилье по доступным ценам. Квартиры в ЖК по улице Ливинская в 17-этажном кирпичном доме от 1 миллиона 57 тысяч рублей. Спешите, предложение ограничено. Телефон 8900-487-4808. Покупайте квартиры у надежного застройщика. Сеть магазинов 30fabrik.ru в Орле предлагает удобный сервис выбора товара. Заходим на сайт, задаем параметры поиска, уточняем в каком магазине представлен данный товар и делаем покупку легко. 30fabrik.ru – это 5 розничных магазинов в Орле с накопительной системой скидок. А до 31 октября действует акция «Подарок при покупке» по промокоду «Первый». Медицинский центр «Сакара» предлагает новую услугу. Цифровая маммография. Высокоточное исследование для раннего выявления заболеваний молочных желез. Медицинский центр «Сакара». Запись по телефону 599-888. Город Орел, Новогорское шоссе 5. Приглашаем жителей и гостей города Орла на ярмарку. Площадь перед торговым центром Европа, улица Московская, 67. На ярмарке будут представлены в широком ассортименте продукты питания, а также товары народного потребления, отечественных и белорусских производителей. Ждем вас с 1 по 7 октября с 10 до 19. Субтитры предоставил DimaTorzok облачность, к вечеру обернется дождем. А также стоит ожидать сильного порывистого ветра. Прямо сейчас развернутый прогноз. В Амцентске переменная облачность и 14 градусов тепла. К вечеру пройдет небольшой дождь, ночью плюс 8. В Ливнах переменная облачность, вечером незначительный кратковременный дождь, плюс 15, ночью плюс 9. В Болхове переменной облачности дождь, как и везде по области, к вечеру. Температура дня плюс 13, ночью плюс 7. В среду в Орле переменная облачность, вечером небольшой дождь, температура плюс 14 днем, ночью плюс 7. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. Такая информация о погоде на среду. Будьте с первым областным. Наши партнеры. Мебельный салон и проект «Мебель» дарят скидку до 50% на все гостиные. Ждут вас по адресу город Мценск, улица Машиностроители, 19, Тургенева, 110 и 137. Салон и проект «Мебель». В магазине «Мир распродаж» новая коллекция осенней, зимней одежды и обуви уже в продаже. В магазине на московском шоссе 156-Б открылся отдел детской одежды и игрушек. Приходите за покупками всей семьей. Клиника «Диксион». Забота, комфорт и качество – все в одном месте. Знаменский селекционный гибридный центр, лидер российского племенного свиноводства и производитель высококачественных мясопродуктов. Клиника Елены Малышевой. Индивидуальные консультации профессионалов. Подбор курсов. Приятные бонусы. Начните прямо сейчас. Стройните вкусный с удовольствием. Теперь в Орле. Бульвар Победы 2. Всем скорейшего приближения выходных. До свидания. Настало время обновить гостиную. Мебель должна быть не только комфортной, красивой и функциональной, но и вписаться в семейный бюджет. Сложно, но очень даже можно. Проект «Мебель» дарит вам скидки до 50% на все гостиные. Ждем вас по адресу. Улица Машиностроители, 19, Тургенево, 110 и 137. Салоны «Проект Мебель». Мир распродаж. Новая осенняя и зимняя коллекция одежды и обуви уже в продаже. Ждем вас. Московское шоссе 156-Б и улица Автовокзальная 3. Мир распродаж. У нас вы найдете все. Мы всей семьей обращаемся в клинику «Диксион». Комфортные условия клиники очень важны для пациентов любого возраста. Всегда внимательные и заботливые специалисты. Современное медицинское оборудование. Я доверяю клинике «Диксион». От анализа до операции очень удобно. Забота, комфорт и качество. Все в одном месте. Клиника «Диксион». На свинокомплексе в Орловском районе. Место расположения. Село Становой-Колодесь. Село Становое. Требуются следующие сотрудники. Условия работы. Работа в крупной, стабильной и развивающейся компании. Высокая заработная плата. Ежемесячная премия. Полный соцпакет. Доставка транспортом предприятиям. Оплата питания. Выдается спецодежда. Дорогие друзья. Клиника снижения веса Елены Малышевой открылась в городе Орел. Приходите. Будем худеть вместе. И уверена, что вы добьетесь таких же результатов, как самые лучшие герои проекта «Сбрось лишнее». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.